ЛЮБА, БРАТЦИ ЛЮБА! Чемпионат России и мира по конно-спортивной джигитовке принял город Латкарина. Спасибо за всех джигитов. Спасибо Москва. В июле в нашем городе состоялись соревнования по конно-спортивной джигитовке. В течение недели на боевом поле КСК «Созидатели» лучшие конники показывали свое мастерство в таком необычном виде спорта. Съемочная группа телеканала посетила 14-й чемпионат России и 4-й чемпионат мира по джигитовке. Об итогах масштабного спортивного праздника наш специальный репортаж. Искусство верховой езды, которое зародилось столетия назад. Еще не имея четкого определения, под джигитовкой в широком смысле понималась «скачка», во время которой всадник показывает свою ловкость, смелость, отвагу и высокое мастерство владения лошадью. Согласно византийским хроникам 6-го столетия, джигитовку практиковали славянские племена, которые жили на границе между степью и лесом, чтобы защищаться от регулярных набегов степных кочевников. Этому мастерству мальчишек начинали тренировать с самого детства. В европейских книгах по кавалерийской истории написано, что единственной кавалерией, которая использовала в сражениях своих боевых коней, не просто как средство передвижения, а как союзников, были лихие казаки. Современная джигитовка – это не только историческая реконструкция и дань традициям прошлого, но и серьезный вид спорта, требующий от всадника исключительной подготовки. Сегодня спортивная джигитовка, которая активно развивается не только в России, но и во всем мире. В нашей стране она по праву может претендовать на звание эксклюзивного российского исторического бренда, возрождающего национальные традиции конного боевого искусства. На целую неделю конно-спортивный комплекс «Созидатель» стал центром притяжения для всадников из разных уголков нашей планеты. Ежегодный чемпионат России и чемпионат мира по джигитовке, который проходит на территории городского округа Лыткарина, это возможность для настоящих мастеров данного вида спорта показать все свое умение и получить международное признание. Почему Лыткарина? Наверное, потому что мы сами здесь, потому что у нас здесь достаточно организованный эксклюзивный комплекс «СК «Созидатель», который здесь находится по существу уже аж с 1989 года, уже 30 лет, как здесь находится конно-спортивная база. Значит, ну и здесь проходит, так сказать, разного уровня соревнования. Ну вот спустя уже 11 лет подряд здесь проходит чемпионат России. И по четвертый год проходит международное соревнование. Третий год – это чемпионат мира, аккредитованный Минспортом Российской Федерации. И на сегодня это уже является статусными соревнованиями. При этом наши спортсмены могут получать квалификацию кандидата мастера спорта, мастера спорта. И вот сегодняшний этап уже соревнований международного уровня дает возможность присваивать ребятам мастер спорта международного класса. Значит, и вы понимаете, уже начинается определенная борьба. У нас приехали несколько субъектов нашей Российской Федерации. Это в основном Волгоград, мы, питерцы, значит, Ленинградская область. А сейчас у нас уже приехали. У нас приехали Воронежи, Липецкие приехали. Каждый год у нас, кстати, есть некоторые обновления по участникам стран. Потому что на сегодняшний день у нас приехало 10 международных команд. И мы надеемся, что это будет развиваться. Ну, пока есть люди, те, которые этим увлекаются, те, которые хотят, так сказать, добиваться чего-то. Мы надеемся, что это будет жить и будет развиваться. На грациозность и стать этих чистокровных скакунов можно смотреть бесконечно. А их необычайная красота лучше видна в действии. 14-й чемпионат России по джигитовке тому отличное подтверждение. 16 июля на территории конно-спортивного комплекса стартовало национальное первенство. О том, кому из народов принадлежит джигитовка, видно и по экипировке спортсменов. На время чемпионата повседневная одежда сменилась на казачью в соответствии с правилами исторических традиций. Для 14-летней Анастасии Косолаповой из Липецка этот чемпионат России – первый в ее жизни. Несмотря на то, что джигитовкой она занимается всего лишь год, но уже точно знает, какие качества присущи настоящему джигиту. Надо быть в себе уверенным, потому что если ты растерянный, выезжаешь на боевое поле во время соревнований, мало что у кого получается в это время. И любить лошадей – это самое главное. Что касается любви к лошадям, то по словам всех участников, это неотъемлемая часть удачного выступления и победы. Коней между наездниками распределили случайным образом с помощью жеребьевки. На то, чтобы подружиться с животным, было отведено всего несколько дней. Я сегодня выступал на лошади брата. Третий раз в жизни сегодня на ней сидел. Не то, что не был готов на ней ехать, а просто чуть-чуть непривычно к темпу и к другому размеру лошадки. За звание чемпиона России боролись 34 спортсмена. Соревнования прошли в двух разделах – вольная джигитовка и специальная джигитовка. В первом спортсмены показали высокий уровень в выполнении гимнастических и акробатических трюков, ловкость и хорошую физическую подготовку. Именно благодаря таким умениям раньше лихие казаки спасались от ударов противника и наносили в ответ неожиданные и решительные атаки. Чемпионат России по джигитовке – это отбор лучших спортсменов страны в национальную команду для последующего участия в чемпионате мира. Самый зрелищный раздел первенства – это специальная джигитовка, в котором конники показывают свои навыки владения различными видами кавалерийского оружия и стрельбы из лука. В владении оружием, специальная джигитовка, там в принципе все просто. Стоят мишени, по которым необходимо всаднику работать. То есть пика, пистолет, нож и шашка. Все это, то есть мишень поражена, оценка засчитана. Не поражена, соответственно, положительных баллов нет. Гораздо сложнее при оценке вольной джигитовки. Когда судейские бригады оцениваются качество исполнения конкретного упражнения и выставляются три независимых оценки, которые впоследствии суммируются и получается общая средняя оценка. И здесь необходимо быть очень внимательным, потому что каждая оценка – это судьба спортсмена. И нам нужно быть очень точными. В чемпионате России приняли участие команды из Московской, Волгоградской, Новгородской, Липецкой, Воронежской и Тверской областей, а также Москвы и Санкт-Петербурга. В разделе «Вольная джигитовка» первое место занял Денис Щеглов. Серебро досталось Владимиру Сергееву, а бронзу завоевал Константин Заскалов. Лучшим в дисциплине специальная джигитовка стал Юрий Допотолов. Второе место занял Андрей Нинашев. Бронзовую медаль завоевал Александр Лещев. По результатам двух разделов бронза досталось Денису Щеглову. Второе место занял Юрий Допотолов. Абсолютным чемпионом России по конно-спортивной джигитовке в 2019 году стал Алексей Лещев. По словам спортсмена, осуществилась его заветная мечта. Я боролся со своими переживаниями, с тем, чтобы не подвести команду Кремлевской школы. И не спал четыре, наверное, ночи. Не ел абсолютно ничего. Визуализировал все в голове. Все эти четыре дня до чемпионата. Ну и, соответственно, вот он результат. И визуализировал причем от самого старта до поднятия кубка. Следующим этапом соревнований стал чемпионат мира по джигитовке, который прошел на базе КСК «Созидатель» уже в четвертый раз. 18-19 июля всадники из 10 стран, таких как Россия, Нидерланды, Норвегия, Англия, Монголия, Украина, Молдавия, Беларусь, Германия и Соединенные Штаты Америки, состязались в искусстве спортивной джигитовки. В первый день мирового первенства коники соревновались во владении оружием. Спортсмены, многие из которых тренируются в рамках программ джигитовки не так давно, показывали свои результаты в обращении с пикой, луком, шашкой, метательными ножами и пистолетом. Для многих иностранных спортсменов, занимающихся конным спортом, данный чемпионат стал настоящей возможностью тренироваться по программам джигитовки и демонстрировать свои результаты на соревнованиях международного уровня. Я узнала об этом виде спорта после того, как в инстаграме искала трюки. Я была подписана на Александру Калинину. Мне это очень понравилось, и я влюбилась в ее фотографии и поняла, что хочу попробовать. Потом я отправила ей сообщение и такая «Хей, ты же знаешь, что я могу этому научиться!» Но я не знала, что надо ехать в Россию. Она была очень рада, что я приехала и сказала «Давай учиться джигитовке!» Когда я приехала впервые, была зима. Потом я приехала еще раз. Я надеюсь, что этот год будет удачнее, ведь в позапрошлом году я сломала руку, когда выполняла второй трюк, и у меня все болело. Но в этом году я планирую побить свой рекорд. С каждым годом масштаб проведения данного чемпионата растет. География участников расширяется, а на соревнованиях уже появляются свои постоянные участники. Я уже четвертый раз приезжаю на эти соревнования, так что с начала международной джигитовки я уже участвую. В этом году еще новые команды прибавились, чего меня очень радует, что больше стран занимаются джигитовкой. Но, к сожалению, в этом погоде не так повезло, так что опять получилось устраивать оружие внутренней манежи. Было бы, конечно, хорошо на открытом поле, потому что там можно все оружия одно за другим ездить. Здесь уровень, я вижу, все крепче и крепче становится, особенно у иностранцев. У русских, конечно, всегда высоких, они почти все отлично ездят. Очень рад второго дня. Представляющей на данных соревнованиях Россию команда была сформирована из спортсменов, завоевавших призовые места в рамках национального первенства. Это лучшие джигиты нашей страны, которые составили настоящую конкуренцию всадникам зарубежья. Но даже несмотря на это, уровень подготовки всех спортсменов не позволяет предсказать исход соревнований. Российская команда, будем говорить откровенно, она всегда фаворит. Это мы родоначальники, и это один из немногих видов спорта, или точнее дисциплин конного спорта, где Россия может с гордостью демонстрировать свои достижения. Это мы пока держим здесь первенство. Ну, я скажу, что у нас все случайных победителей здесь не бывает в джигитовке. Первые, скажем, 8-9 человек в личном зачете российского чемпионата абсолютно все могли претендовать на звание чемпиона России. То есть никто до последнего момента не был уверен, что он возглавил, так сказать, там, и является таким претендентом на высокое место. Поэтому здесь один промах, одно случайное, так сказать, там, ошибочное движение, и ты, так сказать, уже выпадаешь из списка претендентов. Как говорят, есть вообще известный такой, что ли, афоризм, что хотите узнать, сколько стоит сотая доля секунды, спросите у серебряного призера олимпийских игр. Помимо того, чтобы точно попасть в цель, всадникам было необходимо двигаться энергичным галопом. Поэтому от участников требовалась не только великолепная физическая подготовка, но и мастерство управления ездовым животным в нетипичных для этого условиях. Во-первых, это требует очень серьезной и тщательной подготовки. В отличие, например, от более зрелищного и такого, вроде бы казалось, более сложного в физическом отношении раздела, это вольная джигитовка, где всадники там совершают головокружительные гимнастические, так сказать, трюки, там просто все в восторг приходят. То здесь, для того, чтобы уверенно попадать в этот шарик на расстоянии шести метров, надо тренироваться очень долго и много и регулярно. То есть оружие, даже если ты, допустим, имеешь опыт, имеешь хорошие навыки, но если ты нерегулярно тренируешься, то ты неизбежно проиграешь. Это, я могу сказать, из собственного опыта, стоит месяц не потренироваться, ты уже на нож у тебя, в лучшем случае, через раз ты попадаешь, стрельба из пистолета почему-то не ладится, не идет. Так что эти все вещи требуют очень такой серьезной и тщательной подготовки. Поэтому, если представить, что в целом порядка 30 элементов владения оружием надо все время отрабатывать, плюс, значит, постоянно отрабатывать, значит, элементы вольной джигитовки, повышать их и совершенствовать, и оттачивать, то под, я не преувеличиваю, за 40-50 элементов, значит, человек должен освоить. А для этого нужно время и самое главное, большое желание и настойчивость. В конце дня коллегия жюри подвела итоги данного раздела первенства. Победителем в дисциплине владения оружием стал россиянин Юрий Доботолов. Второе место занял всадник сборной Германии Борис Цульки. Бронзу завоевал спортсмен из Республики Беларусь Андрей Булаватский. Следующий день чемпионата мира по джигитовке преподнес как судьям, так и зрителям не менее профессиональное и зрелищное состязание. Участники первенства показали свое умение в дисциплине «Вольная джигитовка». Двигаясь энергичным голопом всадникам, было необходимо выполнять ряд акробатических приемов на лошади. Элементы каждого выступления – это традиционные приемы казачьей джигитовки, которые всадники прошлого использовали во время ведения конного боя. Как следствие, данная дисциплина предполагает от спортсмена не только уверенное обращение с ездовым животным, но и безупречную физическую подготовку. Это очень сложный вид спорта физического. Чтобы подготовиться к соревнованиям мира, я тренировался три раза в неделю в последнем месяце, а потом я уже тренировался месяц восемь для этого соревнования. И обычно я здесь, конечно, я тренировался один раз в неделю или два раза в неделю. Это все два вида подготовности. Один с оружием и другой с трюками. Я думаю, что уровень подготовности всех спортсменов здесь очень хороший, очень высокий, допустим. Особенно спортсмены из Монголы. Они очень-очень-очень хорошо ездят на коне. И это очевидно, что они старались делать самые сложные, самые интересные элементы. К сожалению, состояние здесь и состояние в церкви, в котором они обычно работают, немножко отличается. Но, конечно, надо сказать, что самый высокий уровень подготовности, безусловно, по-моему, это российские и русские участники вообще. Особенно из Кремлевского школы, из нашего комплекса, здесь, КСК Созадателя и тоже из Волгограда. Помимо прочего, главную сложность для спортсменов представляет регламент выполнения элементов. Все трюки необходимо было продемонстрировать на короткой дистанции за наименьшее время. Несмотря на то, что не всем участникам удалось выполнить заготовленную программу трюков, команда продемонстрировала профессиональное мастерство верховой езды и настоящую преемственность традиций казачьей джигитовки. Лидером в программе «Вольная джигитовка» стал россиянин Александр Лещев. Бронзу также завоевал наш спортсмен Денис Щеглов. А третье место занял монгольский всадник Энгбук Билгун. Финальный аккорд мирового первенства – торжественная церемония награждений и показательная программа. В субботу, 20 июля на базе Созидателя встретились почетные гости, спортсмены, любители конного спорта, жители и гости города Латкарина. Для этого праздника выбрано очень хорошее время, середина лета. Как правило, хорошая погода, солнце, которое само по себе вызывает хорошее настроение и позитивные эмоции. Для каждого этот день особенный, несмотря на разные национальности и владения различными языками. Здесь все одна большая семья. Завелись с друзьями из многих стран. Большинство из них, конечно, из России. Нам нравится бывать здесь. Ценим, что труд организаторов – Евгения Викторовича Серегина, Сергея Владимировича Калинина. Понимаем, насколько это трудно для людей организовывать. И плюс к тому, по всему миру появились друзья. И с Англией общаемся, и с германцами, и с монголами. Очень общительные, дружелюбные люди. Он знает русский язык. Очень сильно нервничали, боялись, смотрят. Молодых девочек. Ей 13 лет всего. Она участвовала в чемпионате России. Ей 13. Надо, чтобы просто это понять. Она у нас стала чемпионкой мира по спортивной джигитовке. Силет? Да. И в командном, и в личном зачете среди женщин. Мы в этом соревновании в самый первый раз приходили. Наша команда награждает серебряную металлю. Очень рад, очень счастлив. Потому что в нашей родине лошадь – самый-самый уважаемый народ. На гербе есть лошадь. Спасибо за всех джигитов. Спасибо Москва. Сынок, Люба. Люба. Добрая и любимая традиция – выступление московского казачьего хора. Великолепное музыкальное сопровождение настоящего праздника. Исключительный вокал и артистизм ансамбля не оставил никого равнодушным. Мы уже неоднократно к вам приезжаем с большим удовольствием поддерживать чемпионат, создавать атмосферу, дарить людям праздник. Естественно, казачество всегда являлось, скажем так, очень близкой темой к этому мероприятию. В данном случае это очень уместно. Наши песни, наше творчество, как ни зря лучше, вписываются в формат. Финальный день – это действительно праздник. Помимо песен и танцев под казачьи напевы, все желающие смогли пострелять из лука, сфотографироваться друг с другом на памяти, просто пообщаться со спортсменами, судьями, старыми товарищами и новыми друзьями. В общем, джигитовка – это что-то нереальное. Это спорт, сочетающий в себе там пять спортов – ум, красоту, талант, умение, цирковое искусство, конное умение, общение с животным. Ну, я не знаю, это спорт вот как мир, он всеобъемлющий. Я уже когда-то тут высказалась, и моя речь была увенчана таким заявлением Латкарина «Столица мира». Продолжаю стоять на том. Самая волнительная и приятная часть первенства – церемония награждения. Всадники в парадной форме. На импровизированную сцену вносят государственные знамена. Первым словом берет глава городского округа Латкарина, президент Федерации конного спорта Московской области и Международной Федерации конно-спортивной джигитовки Евгений Серегин. Дорогие гости, уважаемые друзья, уважаемые спортсмены, я хочу от имени всех присутствующих здесь наших гостей, друзей, представителей всех уровней поприветствовать всех, кто собрался на это наше мероприятие. Но учитывая, что я уже не первый раз открываю это мероприятие, я хочу объявить для всех, что мы зарегистрировали Федерацию конно-спортивной джигитовки и на сегодня являемся структурным подразделением Федерации конного спорта Российской Федерации, которую возглавляет Марина Владимировна Сечина. Ну и хочу от души сегодня поблагодарить Марину Владимировну за то, что она находит время уделять внимание не только олимпийским видам спорта, но и неолимпийским видам спорта, как джигитовка и другие неолимпийские виды спорта. Ну и, соответственно, я хочу сегодня поблагодарить всех спортсменов, поблагодарить всех судей, всех наших партнеров за то, что нашли возможность участвовать, помогать и создавать вот это прекрасное и красивое дело. И, конечно же, я хочу сегодня на нашей земле поприветствовать Ингмара Девоса, нашего уважаемого человека, который нашел время приехать посмотреть на джигитовку, на всех спортсменов, которые сегодня в этом строю, которые будут участвовать, показать на программе, которые бились за победу. И поверьте, что битва была достаточно сердитая и суровая. Я хочу просто сказать у нас, Марина Владимировна, вот у нас создалась вот дружная семья, вот из 10 стран, 11 стран. Мы встречаемся, общаемся, ездим в Англию, в другие страны, принимаем участие в разного рода турнирах. Приняли участие в торжественной церемонии награждения победителей и призеров почетные гости – президент Федерации конного спорта России Марина Сечина и президент Международной Федерации конного спорта Ингмар Девос. Почетные гости отметили важность поддержки и развития неолимпийских видов спорта, а также пожелали спортсменам-джигитам новых побед и достижений. Добрый день, мои дорогие друзья, добрый день, моя семья. Я всех вас от всей души очень искренне хочу поздравить с праздником, праздником спорта, который уже традиционно проводится в этом прекрасном конно-спортивном комплексе «Созидатель». Не случайно так названном, потому что все те, кто здесь находятся, созидают. Созидательный труд, он выливается как раз вот в такой великолепный праздник, великолепное торжество, торжество дружбы народов. Я считаю на сегодняшний день, КСК «Созидатель» является на территории России одним из самых замечательных конно-спортивных клубов. И что бы мне хотелось еще добавить, это, конечно, слова благодарности. Слова благодарности инициаторам и организаторам этого праздника. Спасибо спортсменам, спасибо судьям, спасибо зрителю, болельщику, такие мужественные, от вас невозможно оторвать взгляда. Это целое театральное, спортивное представление, которое мы все имеем удовольствие уже в одиннадцатый раз как Кубок России и в четвертый раз как международное соревнование проводить. С большой любовью и уважением к вашему труду хочется вам пожелать огромных успехов, прекрасных стартов, великолепных результатов, а нам всем замечательного настроения. Большое спасибо. Оказаться здесь для меня это большая честь, и я благодарю вас за это. Более того, очень здорово узнать больше о неолимпийских видах спорта, ведь мы все большая семья, и у нас есть большая любовь и уважение к лошадям. В нынешних политических условиях, так как они довольно сложны в наше время, очень важно, чтобы конный спорт смог объединить людей, так сказать, создать одну единую семью, общество. Благодарю вас. По результатам чемпионата мира третье общекомандное место досталось команде Белоруссии, второе место заняла сборная Монголия, а победителями уже в четвертый раз подряд стали спортсмены, выступающие за команду Российской Федерации. В составе Юрия Доботолова, Дениса Щеглова, Александра Лещева и Ульяна Санталовой. Среди мужчин в абсолютном зачете чемпионата мира все призовые места завоевали россияне. Третье место у Александра Лещева, второе у Дениса Щеглова, а чемпионом мира 2019 года стал Юрий Доботолов. Победу в женском зачете также одержала представительница нашей страны. Золото у Ульяны Санталовой. Серебряную медаль завоевала Клеопатра Павловский из Молдавии. Третьей стала Александра Легонда из Нидерландов. По традиции в конце чемпионата мира лучшие спортсмены джигита со всего мира поступают с показательной программой. В этом году представители 10 стран подготовили уникальное выступление, аналогов которому в мире нет. Коники показали свои лучшие трюки и самые зрелищные номера, удивив зрителей праздника своей смелостью и отвагой. Такая эмоциональная, дружественная атмосфера праздничная, она безусловно не то, что важна, нужна, она необходима. Она необходима для всех, для спортсменов. Прежде всего, она необходима для болельщиков, которые так тратят свои эмоциональные силы, так ждут результатов. Поэтому, безусловно, этому в данном клубе все соответствует. Внимательное отношение, дружеское отношение. Я бы даже сказала, очень заботливое отношение ко всем. К гостям, к спортсменам, к тренерам, к судьям. Поэтому праздник есть праздник. И дай бог, чтобы в нашей жизни таких праздников было побольше. И чтобы у людей никогда не сходила с уст улыбка. Я скажу, что не являюсь специалистом в джигитовке, но честно признаюсь, когда я увидел этот вид спорта, на меня он произвел огромное впечатление. Десять стран, мне кажется, это прекрасный чемпионат мира. Я думаю, что это фантастическое слияние традиций. Это удивительная картина, и выглядит она очень хорошо. И очень интересно публике. Это реально большая семья, которая является частью всего мира. Мы имеем огромный единый союз, который объединяют лошади, самые благородные животные. Это все дает нам новых друзей и новые знакомства. И, возможно, это создаст новый вид в развитии человека в целом. Также для гостей на боевом поле «Созидатели» с показательной программой выступили дрессировщики американских миниатюрных лошадей и показали свои умения арабские лошади редкой масти. Редактор субтитров А.Семкин А в небе над городом с головокружительными трюками пролетели пилоты сверхлегкой авиации «Человия». Чемпионат мира по джигитовке в очередной раз показал уникальность данного вида спорта. Из года в год растет мастерство лихих конников, увеличивается конкуренция, расширяется география. Без преувеличения можно утверждать о том, что сегодня конно-спортивная джигитовка не только уверенно нашла себя на мировой спортивной арене, но и обрела интернациональную семью. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok